Начальник финуправления Ольга Бушуева озвучила основные параметры бюджета, на какие средства жил город в 2012 году. Также были заслушаны доклады председателя контрольно-счетной палаты и содоклад председателя бюджетной комиссии. После чего депутаты задали выступающим ряд вопросов. Один из них, исполнение бюджета 2012, касался косвенно. Депутат Елена Старцева поинтересовалась у главного финансиста города, будут ли в этом году бюджетникам выплачивать по два оклада к отпуску или нет. Сейчас эта тема муссируется среди работников бюджетной сферы. Люди обеспокоены, что выплат не будет. Но ответа не последовало. В докладе прозвучало выплатам муниципальным, то есть бюджетным работникам материальной помощи за прошлый год. А поясните, пожалуйста, как обстоят дела с выплатой материальной помощи в этом году? Это не относится, Елена Николаевна, к сегодняшнему вопросу. Давайте будем рассматривать в рамках комиссии. Затем депутаты перешли к выступлениям. Они были посвящены неудовлетворительной работе различных подразделений администрации города и муниципальных учреждений в 2012 году. При обсуждении вопроса об исполнении бюджета муниципального образования хочу обратить внимание депутатов, правоохранительных органов, администрации на качество проектно-сметной документации и организации муниципального контроля за выполнением договорных обязательств. Имея дефицитный бюджет и испытывая нехватку средств для финансирования вопросов местного значения и обеспечения социальных программ, мы имеем переплату не менее 10 миллионов, а может даже и больше. Выводы сделаны на основе анализа сметной документации, утвержденной главой, а также размещенных на официальном сайте госзакупок. Вот свежий пример, взятая информация с сайта госзакупок, заказчик муку УЖКХ, работа замена ветких и аварийных участков водопроводных сетей с применением полиэтиленовых труб. Это район улицы Кутузова и ДОУ-1. Земляные работы, разработка грунта экскаватором вручную суммарно 1900 метров кубических. Засыпка же грунта 3500 метров кубических. Небаланс 1600 метров кубических. Это 160 автомобилей. Если бы это сделать, то мы поимели бы вал в основании 3 метра и высотой 2 метра на протяжении 400 метров. Хочу отметить, что в сфере ЖКХ и выполнения работ, финансируемых с фонда реформирования ЖКХ, наибольшее количество замечаний к объемным и стоимостным показателям. Благодаря кому или чему и при попустительстве кого осуществляется данное беззаконие. Есть у нас такое муниципальное учреждение УСИКР. Штатная численность 19 человек, финансирование 4 миллиона 727 тысяч. Как следует из отчета замечаний, администрация города Коряжня в КУСИКР не имеет и считает работу эффективной. Можно ли считать эффективное применение, причинение экономического ущерба, превышающего содержание учреждений? Считаю, что контроль за данным учреждением со стороны замглавы города в Тюрьме Александром Сергеевичем неудовлетворительный. И вообще надо обратить внимание на данное учреждение, потому что реальный экономический бред. Представленная администрация города отчет об исполнении бюджета не отвечает заявленными ей уже направлениями бюджетной политики на 2012 год и на среднесрочную перспективу. Декларируется, что для обеспечения решения вопросов местного значения, в условиях снижения объема доходной части бюджета, бюджетная политика должна быть нацелена на обеспечение режима экономного и рационального использования бюджетных средств, направленных на реализацию действующих расходных обязательств. На что мы видим на самом деле. Задним числом закрыта муниципальная целевая программа развития уличной дорожной сети, так и не реализовав ее мероприятие почти на 13 миллионов рублей. Взамен администрация города принимает ведомственную целевую программу с таким же названием и выроплачивает мероприятия, изначально не предусмотренные в бюджете 2012 года. Финансирование самих же целевых программ в течение года было снижено на 5 миллионов рублей от планового, а количество самих программ наоборот увеличено, то есть размазываем тонким слоем и в результате не достигаем ни эффективности, ни результативности бюджетных расходов. Городоначальник обещал прорыв в электроснабжении «Зеленого-1», но где точно случился прорыв, так это в кармане городского бюджета. Провозглашается, что необходимо совершенствовать работу по повышению качества управления муниципальными финансами, но дефицит городского бюджета по сравнению с плановым вырос за год на 33%, муниципальный долг на 45% и достиг 115 миллионов рублей. В городе появились не только внешние долги, но и внутренние. Так, задолженность муниципальных учреждений за коммунальные услуги, медосмотры и ремонты перевалила за 14 миллионов рублей, причем более 4 миллионов – это просроченная кредиторская задолженность. Приоритетным направлением бюджетных инвестиций 2012 года заявлено строительство детского сада номер 18 и развитие инфраструктуры микрорайона «Зеленый-1». Как же были реализованы эти приоритетные мероприятия? Администрация города не смогла освоить безвозмездное поступление из областного бюджета в виде субсидий на строительство детского сада номер 18 в сумме 9,5 миллионов рублей. Электрификация «Зеленого» на мой взгляд полностью провалена. Деньги подрядчику в размере 8,5 миллионов рублей по 2012 году выплачены, Но даже на сегодня, на этом объекте, который должен быть сдан 1 мая, работы не початый край, трасса даже до комбината не дотянула. Также непонятно, куда ушли 95 тысяч кирпичей и почти тысяча кубометров строительного песка, предусмотренные проекты смертной документации. А ведь не далее, как 25 апреля на сессии городской думы нас заверяли, что готовность объекта 93%. Похоже, что профессионализм среди городских чиновников из-за ряда вредных привычек переходит в категорию преступных наклонностей. Сам присутствовал, уважаемые депутаты, как проложили кабель, данный зеленый, да? У нас сделаны фотографии, хочу, значит, главе подарить на память Елене Николаевне, Гарбузовне и прокурору, помощнику. Пускай посмотрят, как у нас проложили кабель. За 10 миллионов. Самый красный. В декабре 2011 года, когда принимался бюджет на 2012 год, я не голосовал за принятие бюджета. По одной причине, на одной из последних бюджетных комиссий мы задали 10 вопросов начальника финансового управления, из которых только на 5 получили ответ. А на остальные было сказано, заявлено, что так как время мало, мы вам на сессии все объясним и информацию предоставим. Информация не была предоставлена, поэтому я решил, что голосовать не буду, потому что не обладаю достоверной информацией. Ну что произошло? Я слышал коллег-депутатов, комментировать не хочу. Я единственное хочу сказать, что пределен дефицитный бюджет, но в то же время мы умудряемся поднять зарплату себе любимым и главе, и писатель собрания. В то же время, смотрю, финансовое управление в 100% исполнения бюджета, но высший пилотаж. Какое еще бюджетное муниципальное учреждение похвастается? Ну, редко, наверное. Я знаю, о чем говорю, поэтому просто развожу руками. 100% исполнения, ну, надо умудриться. Чиновники администрации города в диалог с депутатами не вступили. Эти реплики никак не были прокомментированы. Голосование прошло по привычной схеме. Большинство депутатов отчет исполнения бюджета в 2012 году поддержало.